Приветствую вас. Вы, наверное, заметили, что, ну, вот, вам, в общем-то, дают очень разные ответы на ваши вопросы, на ваш вопрос, точнее. Вот, вам дают разные ответы. И я полагаю, что у этого, у того, что вам дают разные, ну, вот, ответы на ваши вопросы, есть причина. Понимаете, да, есть какой-то вот, ну, момент психологический, что вы читаете про наркоманов. Есть. На какой-то момент. С чем это может быть связано? Каждый из психологов будет интерпретировать по-своему, исходя из своей школы, как правило, психологической. То есть, причина может быть, например, в том, что вы этого человека, с которым мы встречались, любили, и хотели к ним отношений. И, возможно, эти отношения были для вас очень важны, дороги для вас. Вот. И когда вы расстались, то, может быть, у вас не утикла надежда, что мужчина избавится от наркотической зависимости. А может быть, вы ему мстите, значит, ну, вы ему мстите за то, что он вас как-то вот обманул, да, как-то вас задел, как-то вас... обнадежил, и так далее. И вы мстите ему в надежде, что человек, ну, в общем-то, вы читаете это в надежде, в надежде, что человек, ну, всё-таки либо, скорее всего, может быть, наркоманится со всем. То есть, вот, я так думаю, что в этом всё дело. И именно в том, что человек совсем наркоманится, ну, вот, как это мне видится, да. Возможно, в этом всё дело. Но это, понимаете, всё равно предположение только. А по факту, по факту, чтобы понять, действительно понять, что с вами происходит, нужно изучать и исследовать то, что вы пишете. То есть, вот вы, о чём думаете, когда читаете про наркоманов, да? Чего хотите, когда читаете про наркоманов? Значит, какие у вас чувства в этот момент? Какие мысли в этот момент? Знаете? Вот. И вот у всего этого есть причины. Знаете? Свои причины. И эти причины можно и нужно выяснить. И тогда будет понятно, для чего вы это делаете. Вот. Как вам, в общем-то, правильно сказал один из коллег, что это похоже на навязчивые мысли. Но за навязчивыми мыслями всегда стоят какие-то желания. Определённые желания. Определённые потребности. Возможно, что-то незавершённое. Возможно, что-то обращённое на себя. То есть, я, например, не сторонник того, чтобы считать, что вы считаете эти форумы, да? Для того, чтобы, там, грубо говоря, как-то, ну, вот, чтобы обезопасить себя. Я честно скажу, я не сторонник этого. Вот. Я не думаю, что это так. Не думаю, что вы хотите себя таким образом обезопасить. Вот. Я думаю, что дело здесь немножечко в другом. Да, дело здесь, значит, всё же именно в том, как вы сами всё это восприняли в контексте своих потребностей. Вот так вот, я думаю. То есть, вот, исходить нужно из этого. Понимаете? А вот. Гадать. Гадать. По поводу того, соответственно, значит, ну, гадать, по поводу того, эээ... что у вас, да по каким причинам вы вот ээээ, эээ... так вот стали реагировать, да. Гадать, ну, мне кажется, это очень недальновидно, очень неэкономно по отношению к ресурсам, да, и это может быть достаточно долго по времени, и в итоге ничего не добиться, потому что всё равно это знаете только вы. Вот если подумать, да, то причина кроется в том, какой эмоциональный след у вас остался после расставания с этим человеком, если подумать, то в этом основная тонкость, если подумать, то именно в этом, значит, основной момент, как бы, и вот отсюда и следует исходить, вот. Ну, как правило, это представляет из себя незавершённый гистальт и, соответственно, незавершённые остаточные желания какие-то, вот, либо со знаком плюс, либо со знаком минус, ну, то есть здесь на самом деле вот 50 на 50, да, здесь нет каких-то предпочтений обязательных, то есть может быть это однако плюс, то вы надеетесь, что мужчина вылечится и перестанет быть зависимым, либо вы надеетесь, что он наоборот ещё больше наркоманит, что с ним будет что-то плохое и так далее, ну вот. Вполне возможно, что, знаете какая история, ведь что-то никакая, созависимый человек, это человек, который, в общем-то, да, ставит интересы своего партнёра, привыча своих, ну вот как, как вы это делали, да, вот. И человеку, созависимому, ему нравится, ему хочется, значит, ухаживать за зависимым, ему хочется растворяться в нём, в зависимым человек, понимаете, вот. А ваш настоящий мужчина этого не делает, в этом не нуждается, то есть ваш настоящий молодой человек не нуждается в том, чтобы вы в нём растворялись, а вам растворяться хочется, а то иначе вы, ну может быть, не чувствуете себя как-либо ну какой-либо ценный, нужный и так далее. Вот. И вы читаете про насчёт наркоманов, да, именно с этой целью. С той целью, чтобы реализовать свою потребность в этом. Вот именно в том, чтобы раствориться в другом человеке. может быть так. И тогда возникает вопрос о том, насколько вы цените себя, насколько вы любите себя, насколько вы уважаете себя. Тогда больше вопросов возникает по поводу вот этой вот ситуации, которую вы описываете, да, что, ну нет, так, я встречался года два назад с наркоманом, моего предстрастия узнал он не сразу после года наших отношений, потом он врал, что на заместительной терапии, и итоги мы расстались. Я очень рад, что его нет в моей жизни. Вот понимаете, вы узнали о его предстрастиях, да, и поверили ему и то на заместительной терапии. Ну, можно сказать, что-то вроде того, ну, мне хотелось верить и так далее. Хотелось верить, это правда. Да, хотелось верить. Но ведь у этого желания верить было ещё какое-то желание, верно? То есть за ним стояла потребность. Стояло и стоит, что самое главное. Вот. Ну а не какая история. Поэтому я думаю, что вот в этом кроется ответ на ваш вопрос. То есть, знаете, ситуация довольно серьёзная и информации для такого обстоятельного, профессионального ответа, на мой взгляд, мало информации. Потому что, ну, я надеюсь, вы понимаете. Соответственно, ответить вам можно. Для этого нужна более подробная картина вашей жизни и анализ ваших отношений. Вот. Если вы говорите, что вы были созависимы, то созависимость есть свои, значит, есть свои причины. Как я уже сказал, да, это связано с неуважением к себе, это связано с принижением себя, это связано с, значит, с желанием делать что-то для другого человека. Вот. Причём таким очень крупным, серьёзным желанием. Вот. И так далее. То есть это не просто так. И поскольку от созависимости нужно лечение, то для того, чтобы созависимость прошла, мало прорвать отношения только лишь с человеком. Для этого нужна и индивидуальная работа над собой, с вами. Вот. То с молодым человеком вы расстались, а, собственно, интерес к теме остался. Потому что он, этот интерес к теме, призван реализовывать то, что вы хотите. То, что вам нужно. А что вы хотите, что именно нужно? Чем обусловлена заниженная самооценка, если она есть? Это уже важный вопрос. Это уже вопрос, который нужно вам задавать, который нужно исследовать и так далее. Вот. Ну и, соответственно, для себя, для себя я предлагаю вам в первую очередь определить, вы чего хотите. То есть, ну вот, грубо говоря, получаете вы, допустим, информацию о том, да, почему вы интересуетесь этой темой. Грубо говоря. Хорошо. Ага, значит... Вы узнали. Что дальше? Что дальше будете делать? То есть, ну вот, узнали вы, да, а дальше что? Если вы хотите поменять это, то нужна психокоррекция вам. А если вы просто хотите узнать, то вот, ответов здесь уже очень много, если вы просто хотите узнать причину, причину. То есть, на мой, на мой взгляд, определиться нужными именно с тем, что вам нужно конкретно, что вы хотите. И, исходя из этого, вообще двигаться по тому пути, который для вас приемлем. Вот. Если вы расстались с человеком, вы, безусловно, молодец. Но этого мало, еще раз повторяю, для избавления от созависимости и, как бы, ваше поведение, да, оно, как бы, говорит о том, что, ну, что это действительно так. То есть, ваше поведение, оно говорит о том, что вы не избавились до конца от своей созависимости. Так что, обращайтесь к любому из психологов, разберемся, посмотрим, все, как бы, утожним и проработаем, подкорректируем. Благо, специалистов у нас хватает. При этом все, надеюсь, что помог вам. Если у вас остались вопросы, пишите в личку, буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, я буду благодарен, если сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго и удачи.